К жанру альтернативной истории я отношусь не очень хорошо. Разве что развеселый трагичный новый Вульф в двух частях. Да, Человек в высоком замке, сериал, не книга, оказались более-менее приятными. А тут еще одно шоу подвезли. Да еще и на книге основанное. Что же там было? Приветствую на канале, это Тим. А что сразу Гитлер-то? Опять. Да, снова черт побери, как же это бесит. Уж не знаю почему, но американцы чудовищно сильно любят Гитлера, постоянно его упоминают, постоянно всех с ним сравнивают. Вешая ярлыки фашистов на всех, кто не согласен с конкретно их мнением. Особо этим грешат старые добрые ротфи... А, стоп, хотя старые, это же и джизм не суть. И да, можно сказать, что фашизм, черт побери, был в Италии, а Германия национал-социализм или нацизм. Но можно парировать, что фашизм в современном понимании это обобщение. Но в сериале это 40-й год, потом, когда еврей говорит «Ох уж этот поц, да он фашист, гребаный нацист». Думаешь, ах, какие же тупые авторы бездарей. Но правда, меня подобное бесит. Сюжет в том, что бедных евреев унижают, обижают, а они несчастные ребята, вечные страдальцы, богом избранный народ. Сверхлюди, не то что всякие гои. Чёртовы унтерменши. Ой, да, я нахожу на несколько ироничном, что один народ, называющий себя сверхрасой, тиранил другой народ, считающий себя сверхрасой. И вот если бы в сериале этот момент отразили, если бы показали, что взгляды евреев тоже, мягко говоря, предубеждённые относительно всех неевреев, я был бы только рад. Потому что намётки-то есть. Например, когда речь заходит о любовнике Вайноны Райдер, она тут самая большая звезда, но в суппорткасте. И её сестра спрашивает, а он еврей? Старая мамка говорит, а ясно, не еврей, осуждаю. И термин «гои» для меня равен термину «унтерменши», как любое другое слово, которое определяет всех, кто не относится к некоему народу, которые таким образом показывают свою исключительность, целитарность и пренебрежительное отношение ко всем неизбранным. Причём фантастическое допущение в том, что новым президентом становится Линдберг, историческая личность, известная тем, что пролетел сколько-то там, где-то там и почему-то ставший национальным героем. Активно поддерживал Гитлера, всячески агитировал за него, но ничего не добился. Весьма громким стало похищение его сына, которого так и не нашли, хотя труп вроде бы был, а вроде бы нет, имеются различные конспирологические теории. Но итог таков был принят закон Линдберга, который определил исключительную компетенцию ФБР по делам о похищениях. Пока вышел один эпизод, пока вышел один эпизод, но коль скоро это мини-сериал, то скорее всего будет иметь место следование фабули книги. То есть Линдберг станет президентом, евреев начнут обижать. После он перестанет им быть и всё вернётся в русло стандартной, известной нам истории. Президент, Рузвельт, Перл-Харбор, вступление Америки в войну. И зачем, спрашивается, всё это было? Чтобы показать, как бедных несчастных евреев гнобят и всё как-то слабо невероятно. Если бы тему развили, если бы, например, штаты выступали на стороне оси. Было бы интересно, было бы разнообразие, как если бы всё изменение состояло в том, что свастика фиолетового цвета. На что бы это повлияло? Так что книга бессмысленна сама по себе. Сериал же, повторюсь, вероятно, будет следовать книге, так что всё довольно печально. А если нет, ну, будет приятная неожиданность. К актёрам претензий не имею, они отрабатывают гонорар честно, пусть и не выдавая хоть сколько-нибудь впечатляющий перформанс. Сериал абсолютно ненужный, язык не поворачивается надавать его плохим, но хорош ли он, пф, ну ни в коем случае. Понятное дело, всё иначе, когда речь заходит об американцах, для них Линдберг это более-менее знаковая личность, коих были тысячи, но всё же. Плюс легко перенести прошлое на настоящее, и Линдберг это Трамп, евреи, какие-нибудь мексиканцы, и вот уже актуальная повесточка. Нынешнего президента США недовольные часто называют фашистом, как и его сторонников. Так что для американцев это важно, и они всегда рады пнуть своего недоумка правителя лишний раз. А на этом, пожалуй, у меня всё. Подписывайтесь на канал и патреон, спасибо за внимание, и пока. Субтитры сделал DimaTorzok